Хе-хей, всем привет чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в DCS Wall 2.5 на самолете F-18C Hornet И в этом видео у нас первый взгляд на режим воздух-земля, РЛС этого самолета добавили наконец-то Правда пока что только для опенбеты И имейте ввиду то, что на данный момент доступен только режим картографирования для РЛС А режимы поиска наземных и морских целей будут добавлены позже Но они будут, да, когда-нибудь в будущем Ну и давайте посмотрим на этот самый режим воздух-земля у РЛС Для этого выбираем режим воздух-земля Оп И вот вы можете наблюдать это самое картографирование Тут вот линия берега, как вы можете догадаться А эта вот темная область находится за горой То есть РЛС светит на гору с этой стороны Ну а позади горы слепая зона И понятное дело мы не можем увидеть, что вообще там находится Ну потому что вот так вот работает режим воздух-земля у радиолокационной станции А вот эти вот засветки, которые вы можете наблюдать Это строение Ну поскольку любые металлические объекты дают засветку на экран РЛС Масштаб дальности сканирования можно изменять вот этими вот кнопками Как вы можете наблюдать в данный момент Масштаб 20 Эти вот самые строения даже более-менее видно Можно даже еще уменьшить при необходимости Увеличить И так же имеется возможность изменять азимут сканирования 20 градусов 45 90 И 120 Самая широкая область И само собой есть возможность ставить прицельную метку на земле При помощи режима воздух-земля радиолокационной станции Делаем РЛС активным сенсором Наводим курсор На нужное на место Допустим вот на эту группу строений Зажимаем клавишу TDC Depressed При необходимости вот можем изменить положение курсора На более точное И отпускаем клавишу TDC Depressed Это и создает прицельную метку на земле Как вы можете догадаться Давайте проверим Что я там создал вообще Ну вот как я и говорил Прицельная метка стоит на группе этих строений Сама прицельная метка отображается таким вот крестиком Как вы можете наблюдать И когда у нас стоит прицельная метка Или выбран целевой ППМ То и масштаб дальности сканирования уже будет изменяться автоматически По мере сближения с целью И представьте теперь Насколько полезным будет режим воздух-земля радиолокационной станции Когда наконец-то добавят Поиск и обнаружение наземных целей Экраном РЛС Ну и понятное дело Что прицельную метку Можно и убрать Просто щелкнув клавишу И в таком случае мы просто возвращаемся К режиму свободного поиска Ну и само собой Если вы поставили прицельную метку На земле при помощи экрана РЛС То и будет работать привязка прицельного контейнера К этой целевой метке Давайте опять же поставим ее На каком нибудь из городов Сажал Скорректировал Отпустил Отлично Сейчас выберу прицельный контейнер Флир И как вы можете заметить Этот самый прицельный контейнер Как раз таки направлен На группу строений На которые я поставил прицельную метку Ну да А о том почему метка прицельного контейнера Такой специфичный вид имеет Мы поговорим уже в следующем видео Поскольку прицельный контейнер Тоже очень сильно переработали Ну и собственно говоря все Больше тут не о чем говорить А хотя нет Есть о чем Смотрите Между режимами воздух-воздух И воздух-земля РЛС Можно переключаться Вот этой вот кнопкой При необходимости Также мы можем Включить отображение Индикатора крена На экране РЛС Опять же если у вас есть Такая необходимость Для этого идем В меню дата И включаем режим Деклатер Вернее выключаем Видите Появляется индикатор крена И значок вектора скорости Для понимания того Как мы вообще Осуществляем полет Если нужно То можете включить Если это вам не мешается В принципе может быть полезно Так же изменяется Контраст изображения Если опять же Есть у вас такая необходимость Давайте выйду из меню даты Ну а остальные режимы Как я уже говорил На данный момент Не работает Не работают Режимы экспенд По нажатию этой кнопки Тоже ничего не происходит Режимов для поиска Наземных и морских целей Опять же тоже нет Ну хотя бы добавили Режим картографирования И на том спасибо Как говорится Видно что Хоть какие-то работы Ведутся В этом направлении И на этом у нас На сегодня все Надеюсь Это видео было Кому-то интересно И всем спасибо Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok